Вы смотрите программу «Случаи из практики». Сегодня мы знакомимся с чайной церемонией. Помогает нам в этом ведущая чайная церемония Елена Кудинова. Елена, продолжим. Ну, мы остановились на том, что первую заварку традиционно не пьют, ее сливают. В дальнейшем заваривание чая происходит одна за другой, идут заварочки. То есть чай в воде практически не выдерживается. Как говорят китайцы, залил, выпил, выпил, залил. То есть все это происходит сразу же. То есть как у нас в России любят, что залили чай, и он там стоит по полдня, такого быть не должно. Это чаю очень не полезно. А вот подобный способ заваривания чая позволяет, во-первых, познакомиться с чаем пошагово. То есть раскрывается его вкус от заварки к заварке. То есть первая заварка обычно достаточно слабая. Катерина, можете попробовать. А нужно прям определенным образом держать, или вот прям как я держу и нужно? Или это не принципиально совершенно? Китайцы говорят, что, во-первых, чашечка наклоняется к человеку, а не человек чашечки. То есть вы сидите прямо, пьют обычно маленькими глоточками. Профессионалы пьют в три глотка. Ну, как вам удобно. Не торопиться, да. Вдыхают аромат чая. Особенно в способе гунфу, чая, когда используются высокие. То есть чайная пара, высокие пиалки и маленькие, высокие как раз для вдыхания аромата используются, а маленькие вот подобные этим для дегустации самого чая. Ну, способом гунфу, чая, можно познакомиться будет на наших чайных церемониях. Какой интересный вкус. Очень интересный. Ну, он чувствуется, что очень крепкий. Ну, может быть, я просто не сильно крепкий пью. Кстати, один из нюансов, да, Екатерина, возможно, вы пьете некрепкий. Женщины часто предпочитают более слабые настой, чем мужчины. Опять же, мастерство чайного мастера. Вы простите, пожалуйста, вот такая аккуратная. Определить, какой крепости стоит заваривать чай. То есть мужчины, да, они предпочитают покрепче. Девушкам мы завариваем чуть послабее. Вот первая заварка наша была как знакомство. То есть мы определили, насколько понравился чай, насколько крепость заварки предпочтительна. В следующий раз я бы для вас, Екатерин, добавила чуть меньше сухого листа на заварник. И выбрала температуру чуть ниже. А если говорить все-таки о пользе, потому что эфир у нас сегодня называется о пользе чая. В чем польза? Я так понимаю, еще даже у каждого вида чая своя польза какая-то есть. Конечно, каждый чай в зависимости от его вида обладает своими свойствами. Самыми полезными считаются те чаи, которые менее обработаны. То есть белый, зеленый, желтый. Они сохраняют максимально природные свои свойства. Биологически активные компоненты. Более ферментированные чаи, такие как красный и пуэр, постферментированные. У них свои свойства. Допустим, красные чаи, которые любят пить у нас на Руси, они обладают очень ярким, насыщенным вкусом, ароматом. Поэтому они хранятся дольше. Их сложнее испортить во время заваривания. То есть с профессионалом проще заваривать? Да, с ними проще, да, гораздо. С тонкими чаями, такие как белый, желтый и зеленый, требуется все-таки определенное мастерство, определенные навыки. Наши телезрители присоединились к беседе. Вопрос такой. А как гости относятся к чайным пакетикам? Неужели принципиально не пьете? Или когда времени нет, все-таки позволяете? О чайных пакетиках много разных вещей говорят. В принципе, в чайных пакетиках содержится чайная пыль. То есть это тот же самый чай, просто тот, что остается от обработки. Обломки. Обломки, мусор, пыль. И зависят от, в принципе, производителя. Бывает, что и чайные пакетики бывают высокого качества, их не стыдно пить и заваривать. В принципе, надо просто знать, кто производитель и каким образом этот чай изготавливался. И еще один вопрос. А у нас в Соктовкаре можно научиться проводить такие церемонии? Проводить, я думаю, можно. У нас не обучают этом где-то, не существует школа чайных мастеров. Но в индивидуальном порядке, я думаю, можно научиться. В принципе, мы планировали в чайной обители начать обучение для домашнего пользования. Потому что все-таки, чтобы стать чайным мастером, это требуется довольно длительный период обучения. Самой ритуальности, то есть внешней картинки, как пользоваться посудой, движения основные, это можно научиться за месяц. Вот уже как работать с чаем, как проводить чайную церемонию. Чай, наверное, надо чувствовать даже, да? Да, с внутренним наполнением это требуется гораздо больше времени. И еще один вопрос от телезрителя, также на ССК пришедший. Сколько человек может присутствовать на церемонии? Только вдвоем можно быть? От Натальи Сусинского вопрос. Ничего подобного. Чайные церемонии могут проводиться как на одного человека, так и на большую компанию. То есть максимально большое количество людей, которые присутствовали на моей чайной церемонии, это было 12 человек. То есть тут зависит от, опять же, вида и цели этой чайной церемонии. Но, в принципе, можно присутствовать и большими компаниями. Немножечко похожий вопрос. А мужчины могут проводить чайные церемонии? Конечно. После присутствия? Мужчины, конечно, могут проводить чайные церемонии. Я знаю множество мастеров, чайных мужчин. И, соответственно, в принципе, каждый мастер, у него есть свои нюансы. Ведение церемонии. То есть это своего рода творчество. Это проявление себя, выражение. Какой-то определенный набор правил существует, но нюансы у всех разные. И очень интересно знакомиться с работой чайных мастеров и определять разницу. Кто-то ведет так, кто-то по-другому. Один чай в руках разных мастеров заваривается совершенно по-разному. А если говорить о самой заварке, о чае, его нужно прямо в специальных магазинах покупать. Нужно ли для этого ехать в Москву или заказывать по почте? Или у нас в Катавкаре, в принципе, в доступе есть хороший чай? Ну, к счастью, у нас уже появляются магазины, где продают действительно хороший китайский чай. Потому что были такие точки, где продажа китайский чай присутствовала. Но дело в том, что чай не хранится больше одного года. Белые, зеленые, желтые. Больше двух лет красные. Ну, поэр – это отдельная тема. То есть вы должны быть уверены, что вам продают свежий чай. И что он хранился в нужном, вернее, правильно. А оптовики, допустим, зеленые чаи улуны определенного вида хранят в холодильниках. То есть надо знать, чтобы вы не покупали старый, пересушенный или чай, который, в принципе, уже не пригоден для чаепития. Для этого как раз-таки кто-нибудь приобретет что-то не так, и потом скажут, что совершенно невкусно, мне не понравился такой чай. А на самом деле чай… Да, возможно, даже сохранится вкус, но, скажем так, его свойства, его влияние на человека будут совершенно иными. А что можно и что нельзя добавлять чаю? У нас на Руси мы пьем, выговариваем самовар, ставим, да? Это уже традиция. Можно сахар добавлять. В англичане молоко добавляют. Вот что допустимо в сочетании с чаем, а что нет? Или допустимо все, в принципе? Если мы говорим о китайской традиции, то в китайской чайной церемонии к чаю не добавляют, конечно, ни сахара, ни каких-то вещей. Хотя для любителей присутствует на наших чайных церемониях мы выкладываем тростниковый сахар для тех, кто уже категорически никак не может без сахара пить. Он все-таки более полезный, скажем так, менее вредный, чем обычно. Да, то есть считается неправильным мешать вкус чая, смешивать, взбивать его какими-то добавками наподобие сахара. Иначе вы не расчувствуете, не поймете сам вкус его нюансы. Хотя присутствует, в принципе, китайцы, если это не чайная церемония, также пьют чаи и с пряничками, и с печеньками, и с плюшками. И вполне не считается это зазорным, но это не чайная церемония. Это просто чаепитие. А если говорить об объемах выпиваемого чая? Как в самом начале программы я сказала, что по статистике треть потребляемой жидкости за сутки, то есть это получается пол-литра чая в среднем люди в мире выпивают. Пол-литра это допустимая доза чая? Ну, во-первых, зависит от физического состояния человека. Если человек здоров, он прекрасно может выпить и до двух литров чая. И больше, я думаю, ничего с этим сложного нет. Многие люди даже выбирают свой график чаепития. То есть кто-то с утра пьет зеленый, днем пьет красный чай, вечером пуэры, шу-пуэры, шен-пуэры, в зависимости от того, кому что требуется. Тема пуэров тоже весьма интересна. Это прекрасный, мне кажется, аналог кофе для того, чтобы взбодриться, повысить тонус. У нас как раз телезритель спрашивает, расскажите, пожалуйста, поподробнее про пуэр. Это Николай такой вопрос. Знающие люди у нас? Да, пуэры – вещь весьма популярная сейчас в нашей России. Скорее и популярны именно шу-пуэры. Это пуэры постферментации, которые изготавливаются более ускоренным способом. Это темный такой, насыщенный настой. Это очень интересный чай по своим свойствам. Я бы назвала его тоником, допингом, с чем-то таким. Он заставляет взбодриться. Когда вы пьете пуэр, вам меньше хочется есть. Да, он отличное антипохмельное средство. То есть он обволакивает стенки желудка очень мягко, защищая их. Но есть, конечно, и свои минусы в том, что чрезмерное потребление пуэров тоже не полезно для организма. То есть надо во всем узнать меру. Существует, опять-таки, ряд мифов, связанных с чаем. Некоторые из них я нашла в интернете. Хотела ваши комментарии услышать. Чай является тонизирующим средством, поэтому его лучше пить с утра. Так или не так? Или вот, опять-таки, чаи бывают совершенно разные? Чаи совершенно разные. И я, как ведущий или знаток чая, в принципе, его свойства, я бы посоветовала с утра выпить теплой воды. То есть любой... Начать все-таки не с чая? Да, не с чая и не с кофе. То есть желудок надо подготовить, его желательно омыть от всего-всего. И чай уже, скажем, после этого употреблять. И желательно даже не на голодный желудок. Но это не относится к пуэрам, как раз из-за его свойства мягкого отношения к желудку. Но все остальные чаи я бы советовала не на голодный желудок употреблять, пить. Какие-то специальные вечерние чаи бывают, которые, ну, однозначно никак не повлияют на сон? Или наоборот, поспособствуют лучшему отхождению к сону? Для вечернего я бы скорее посоветовала улуны, причем сильно ферментированные. То есть они скорее ближе к красным чаям, чем к зеленым. Но опять же это все очень индивидуально. Очень многие мифы, которые я заготовила, вы уже прокомментировали, поэтому повторяться не буду. Еще один. В кофе и чае одинаковое количество кофеина. В зеленом, да, достаточно высокое содержание кофеина. Поэтому многие предпочитают его пить с утра, как аналог кофе. И еще один. Настоящий чай должен быть крепким. Это зависит уже от вкуса все-таки каждого человека. То есть, опять же, повторюсь, на чайных церемониях очень часто приходится подстраиваться уже по ходу действия, под вкусы участников чайной церемонии. Кому-то заваривать покрепче, кому-то послабее. Ну, так, к сожалению, время эфира подходит к концу. Всю чайную церемонию, вот, со всей ее неторопливостью показать мы, к сожалению, не смогли. Ну, и понятно было, потому что вы говорите, и до четырех часов. И, в принципе, наверное, сколько времени есть, столько и можно занимать, да, чайной церемонии. Попробовать можно второй чай? Конечно. В принципе, Катерина, я бы вам предложила, наверное, заварку пятую, шестую, чуть-чуть попозже, на ваш вкус. То есть, она будет не такой крепкой? Она будет не такой крепкой, достаточно раскрытой, я думаю, очень близкой вам по характеру. То есть, характер тоже определяет? Конечно. Темперамент, характер участника, я в первую очередь стараюсь определить это. Сегодня мы говорили о пользе чая, как со вкусом и толком выпить чашечку другого чая, нам объяснила ведущая чайной церемонии Елена Кудинова. Спасибо вам большое, очень интересно и очень вкусно на самом деле. Спасибо вам. А с вами, дорогие телезрители, мы увидимся в понедельник в 12.40. До встречи.